Всем огромный привет! Сегодня будет швейное видео. У меня есть красивая ткань, 2 часа времени и большое желание шить себе красивое весенне-летнее платье. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. И ткань это стреть шифон. Прям полюбила я эту ткань, несмотря на то, что она искусственная. Очень она приятная, полупрозрачная, поэтому нужен будет подклад. Но по сравнению с обычным шифоном, она намного более плотная, намного более приятная. Вот с ней намного легче. Вот такой принт увидела в нашем магазине ткани и пройти мимо не смогла. Немного разочаровалась, что это был последний кусочек, метр семьдесят. Но я не бурдаю, поэтому уверена, что мне этого метража хватит для создания легкого платья. И вот такой простой силуэт она будет иметь. Здесь юбка будет присборена, длина выше щеколотки. И верх будет выполнен по базовой выкройке. Единственное, без выточек здесь. И проймом будет что-то в виде маечки. Также будет прилагаться поясок. Ткань складываю четыре раза и отрезаю прямоугольник сторонами 150 на 70 сантиметров. Остался вот такой кусочек. И сейчас из него я вырежу поясок длинненький. И из остатка буду кроить вверх. Это моя базовая выкройка. Буду вырезать, прибавляя по одному сантиметру с боков. Не буду делать вот эту выточку. Эту выточку делать тоже не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вырезаю горловину по своему вкусу. Подгоняю горловину спинки под полочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие детальки получились. Что должно будет получиться, но это не точно. Подъюбник буду ушить вот из такого шифона встречевого. Он тоже полупрозрачный. Но при наложении двух тканей получается достаточно плотно. Стречевого шифона купила полметра. И вот посмотрите как раз то, что нужно. До 150 сантиметров. И так 50 сантиметров. Сейчас вместе две ткани с изборем. Средний шов сделаю. Обещаю две ткани. Увеличиваю натяжение нити. И ставлю максимальный шажок. Вытачки закрываю, вытачки. Все-таки более тяжелые за счет подклада. А верх очень тоненький и легкий. Боюсь, что он не выдержит юбку тяжелую. Поэтому уплотню и полочку, и спинку точно такой же тканью. Просто вырезав еще по одной детали. Будет и как подклад работать, и как обтачка. То есть я их вместе сошью. Будет как одна деталь. Врезала и теперь сшиваю две части вместе. Лицо к лицу. Сделала одну пройму. Половину. Вот так это выглядит. И еще одна пройма осталась. Поворачиваю. И вот что получаю. Вот такие красивые здесь срезы. Буду шить просто как одну детальку. Изыскала я возможность спинку сделать тоже двойную. Поэтому здесь тоже все аккуратно. И теперь просто как две части буду сшивать спинку и полочку. Знаете что? Беру я свои слова обратно по поводу того, насколько это прекрасная ткань в плане пошива. Тяжеловато с ней. Похожа она все-таки на шифон. Но это он и есть в общем-то. Ездит туда-сюда. Ведет себе по хамски ткань. Юбку нормально. Да? Делать какие-то более мелкие детальки уже немножко проблематично. Ну, по крайней мере, для меня, я думаю, что для любого новичка будет тоже так же. Так, я уже наметала две части. Посмотреть, что как сидит. Сидит, в принципе, неплохо. Все нормально. Все меня устраивает. И теперь буду прокладывать строчки на машинке. Затем обрезать припуски близко к швам. Сметывать вместе зигзагом. Сшиваю плечевые и боковые швы. Оформляю нижний срез подъюбника. Просто подворачиваю и простречу. Верхний срез юбки совместила с нижним срезом нашего верха. Так, чтобы это все совпадало. Было одинаково по ширине. И теперь стачиваю вместе юбку, основную, вместе с подкладом. То есть получается такой слоеный пирог. А до конца подклада. А дальше будет небольшой разрез на юбке. Чуть-чуть пококетничаю. Смотрю, чтобы везде сборка была одинаковая на юбке. Вот сейчас смотрю, где-то больше присборено, где-то меньше. Выравниваю. Соединяю вверх и вниз с помощью иголочек. Я дошила до конца подклада. Дальше строчку не продолжаю. У меня здесь будет разрез. Разрез делаю просто вот так, подгибая край. Вот так. И прокладываю строчку здесь и там. Теперь подворачиваю вниз и подшиваю. И платьишко будет почти готово. Шью поясок, просто сложив ткань пополам. Редактор субтитров А.Семкин M. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...